Самый большой объем руки, который у меня был, это больше восстановление, реабилитация. Но в целом, основные мышечные группы сейчас буду ездить и тренировать с тренером. Для тех, кто в зале не занимается, злоупотребляет алкоголем, табаком и наркотическими веществами, вам в помощь Viagra. Поэтому с ним очень круто тренироваться, но у него нету просто физической возможности со мной каждую тренировку проводить. Как такового межсезонья и набора не было, то есть у меня было в районе 6-7 недель, когда я сидел на... Не скажу, что там лучше или там хуже, нет. Это два разного, как апельсин и яблоко. Вот одну и ту же тренировку, когда я выполняю с ним и когда я выполняю сам, это такое ощущение, как будто кардинально две разные тренировки. Процентов людей, которые смотрят контент, не подписаны на канал. Вы, блядь, крысы, что ли, или что? Высокие стандарты, поставленные тобой вчера, становятся реальностью для наших специалистов уже сегодня. Продукция Genetic Club создается командой профессионалов на современном производстве по стандартам управления безопасности ХАСП и ИСО. Genetic Club. Когда важен результат. Всем привет, дорогие друзья. Очередной ролик у меня на канале. Сегодня мы снимаем с новым оператором. Леха передает свои опыты и знания людям. Молодец. Находимся мы в элит-джим. Сегодня мы будем тренировать мою ногу. Точнее, я начинаю восстанавливать, так скажем, объемы и потихонечку нагружать уже непосредственно квадрицепс. Но тренировка это будет такая, поскольку по стольку, поэтому совместим мы ее с тренировкой рук. Поэтому сейчас я хотел еще бисепс-бедра поделать, но после прошлой тренировки мы снимаем через 3 дня, на третий день после тренировки с Александром Федоровым. И мы когда делали экстензию, у меня бисепс-бедра просто ужасно сейчас болит. Поэтому не знаю, есть ли смысл его грузить. Наверное, нет. Может быть, сделаем мертвую тягу и все. В общем, меньше пиздеть, больше дело. Постараюсь сегодня поменьше разговаривать, но последние два ролика были именно такие, когда почти не разговаривал. Только хрипел, дышал, тяжело и все остальное. Начинаем разгибать с маленьким весом. В основном буду стараться делать правой ногой, но левой немножко подстраховываюсь. Опа, все. С первого повторения не отъебнуло, значит, уже хорошо. Ну, слушай, я думал, будет более как-то болезненно, но в целом прям нормально. Но чувствуется какой-то небольшой дискомфорт в плане чуть-чуть подтягивает. Но в целом, да, да, поэтому хорошо. Вес небольшой, но нагрузочка вполне ощущается. Работаю по 15-20 повторений. Нет, тяжелый вес, здесь всего 18 килограммов. Ложиться, наверное, на правую ногу процентов 40, потому что левой стараюсь подстраховываться. Вот. Так мы сделаем подходов 10. И первый вопрос, который бы хотел осветить вам, это что с Русланом? Все почему-то подумали, что я наконец-то ушел от Руслана и наконец-то начал тренироваться с тренерами. Нет, друзья, моим тренером был, есть и будет оставаться Руслан Халецкий. Он полностью ведет меня по диете, по БАДам, по фармакологии, по всему-по всему. Также он писал мне тренировки. Но было определенное такое решение, которое я в первую очередь согласовал с ним. Я ему задал вопрос, что если я буду приезжать на тренировку там спины и вообще в Ревиантреллине ездить к Андрею Анатольевичу Прокофьеву, чтобы тренироваться под его руководством. Он одобрил, он сказал, что это намного лучше, чем нежели ты сам проебываешься в зале. Я стараюсь в зале не проебываться, конечно, я тренируюсь, но вы сами понимаете и видите разницу, когда вы тренируетесь с тренером оффлайн, когда он подправляет ваши углы, когда он помогает сделать сфорсированные повторения и когда ты тренируешься сам в зале. То есть два ролика с Андреем Анатольевичем Прокофьевым и с Александром Федоровым, они показали как раз-таки то, что тренироваться с тренером, особенно на про-уровне, именно оффлайн, именно в зале, это, скажем так, стимул очень сильный к прогрессу. Поэтому все согласовано. Руслан остается моим тренером, остается моим наставником и полностью меня курирует. Вот, никуда я не уходил, ничего. Руслан, мы когда с ним в зале, тоже бывает такое время, что мы соприкасаемся в зале где-то и когда не снимаем, просто тренируемся, я тоже с этих тренировок выползаю. Он тоже дрочит за технику, он дрочит за дыхание, он очень сильно, ну в общем, грузит очень хорошо. И вот одну и ту же тренировку, когда я выполняю с ним и когда я выполняю сам, это такое ощущение, как будто кардинально две разные тренировки. Поэтому с ним очень круто тренироваться, но у него нету просто физической возможности со мной каждую тренировку проводить. Ну и я, соответственно, не могу подстроиться под его график и тренироваться там абы как, да, ждать пока он найдет время. Поэтому, скажем так, пришло время, мы согласовали этот момент и именно на столовую тренировку, пока только на тренировку спины, я буду ездить к Андрею Анатольевичу. Вот, и время от времени буду появляться в топ-джиме, буду тренироваться с Александром Федоровым для разнообразия. Потому что, не скажу, что две разные школы, но не скажу, что там лучше или там хуже, нет, это два разного, два разного, как апельсин и яблоко. Ну, то есть два фрукта, которые нельзя сравнить. Вот и там были две тренировки, которые я не могу сравнить, они были две колоссально тяжелые, вот, и они были две очень крутые. Поэтому и там, и там тренера заслуживают вашего лайка, подписки, блядь, на канал. Вчера посмотрел статистику, кстати, на YouTube-канале, 65% процентов людей, которые смотрят контент, не подписаны на канал. Вы, блядь, крысы, что ли, или что? Ну, увидели контент, ну, посмотрели ролик, ну, нажмите подписаться, вы что жметесь-то? Нет, это, конечно, хорошо, что там при 6,5 тысячах подписчиков по 40 тысяч просмотров контент собирает, но, тем не менее, было бы здорово, если бы было 15 тысяч подписчиков, да, пацаны? Поэтому лайк сразу поставьте этому видео и нажмите подписаться. Колокольчик ставить необязательно. Я всегда свои ролики дублирую в своих соцсетях. Вот. Вот обязательно нужно ставить, потому что это, это я. Это я. Слушай, я, наверное, чуть-чуть добавлю. Это было 15, это был четвертый рабочий подход. Ну, крутотень, крутотень. Примерно с такими же болевыми ощущениями я тренировался в последнюю тренировку ног. После того, как я отрабировал сухожилия. Вот примерно такие у меня ощущения были. Только сейчас они, ну, болят после операции. До этого они болели, потому что были на грани того, что они вот-вот отъебнут. Что, собственно, и произошло. Поэтому, ребят, обязательно, если вас что-то где-то беспокоит в плане суставной боли, где-то что-то тянет и так далее, сразу идите на МРТ, сразу смотрите, что там у вас происходит. Значит, не перетерпливайте. И уж тем более не глушите эту боль различными обезболивающими и так далее. Вам нужно сразу решить эту проблему, потому что получится то, что получилось у меня. Дай бог, конечно, такого не произойдет. Но если у вас тренировки достаточно тяжелые, а я даже не на тренировке ее порвал, а просто ввиду того, что резко согнулась, натянулась и просто отъебнула. Конечно, наверное, цикл сушки связан не с такой задержкой жидкостью в организме. И, может быть, для начала реабилитации и тренировки квадрицепса это не лучшее время. Но мы, собственно, делаем все потихонечку. Вот сейчас нога кровью налилась, именно вот это вот место, надколенник. И прям очень комфортненько. Я сижу довольный, короче. Да, я сижу довольный. Ну, как пампиться? Нету такого, конечно, ощущения пампа, потому что углеводов мало. Ну, кровь и наполнение есть, конечно, я присутствую. Причувствую это все. Но нету, конечно, тех ощущений налитости, как были до этого. Ну, я надеюсь. Кстати, надо замерить ногу обязательно обе. И, скажем так, старт дам у нас этого всего. Сделал только 12. Так, что еще хотелось бы? Ребят, кстати говоря, я знаю о своих минусах. Я знаю о своей форме и отношусь к своей форме критично. То есть мне не нужно в комментариях писать, что тебе бы вот это не помешало бы делать. Тебе бы вот это лучше бы делать и так далее. Я и без ваших зеленых соплей, блядь, разберусь. И в сто раз лучше знаю, что мне нужно делать. Я о своих минусах говорю открыто. Говорю откровенно и говорю честно всегда. У меня никогда не было ЧСВ какого-то, да? У меня никогда не было завышенной самооценки. Я прекрасно понимаю, что я и как я, и что я из себя представляю в зеркало, как я выгляжу. Поэтому не нужно мне указывать на мои минусы, про которые я и так знаю. Вы лучше, блядь, просто поставьте лайк и напишите какой-нибудь комментарий. Ну, например, успехов. И все, этого будет вполне достаточно. Потому что, блядь, под последними роликами, комментариев вот этих вот гуру, блядь, бодибилдинга с дивана. Это прям такое. Вот. 10 по 12-15 разгибаний мы сделали. Далее я буду делать жим платформы по одной ноге. Концентрированно. И в комфортную, доступную на данный момент для моей ноги, скажем так, амплитуде движения. Поэтому в комментариях просьба не писать, блядь, опускай ниже и так далее. Я буду опускать так, как мне позволяет комфортно это сделать колено, мое сухожилие. Естественно, веса здесь нету никакого, кроме платформы. В 10 она в районе там 36 килограммов. Бицепс бедра у меня ужасно, конечно, болеть. Поэтому я буду максимально все так. Кое-как натягивал на коленек. Сейчас спадает. Вот, в принципе, амплитуда та, которая у меня комфортно было делать. Здесь, конечно, ее можно немножко увеличить. Нога поувереннее, хотя я ее тоже уже не тренировал. Ровно столько же, сколько ей травмируем. Поэтому, в принципе, она отличается только объемом. Но, скажем так, отклик именно мышечный будет примерно такой же, как и на правой ноге. По 12 повторений прям very well. Очень комфортно. Нету никаких таких болевых ощущений. Наверное, есть еще остаточное внутри чувство страха, что может что-то как-то где-то. Но, в целом, с этим ощущением так или иначе придется мириться. Так или иначе, оно бесследно полностью не пропадет. Где-то что-то, какой-то дискомфорт в любом случае в каких-то движениях будет. У меня и бывает так, что я вроде бы стою на ровном месте. И у меня нога, ну, подкашивается сама. Не знаю, у вас с чем связано. Или бывает просто по асфальту иду ровно, полностью ровная поверхность. И бывает, нога подкашивается, либо клинит как-то. Вот такие страшные ощущения, скажем так. Ощущения того, что можно уебаться опять, что-то растянуть. Вот. Сейчас сделаем здесь. Наверное, три подходика будет достаточно. И потом начнем делать выпады. Выпады я делаю тоже просто на месте. Грубо говоря, приседания на одной ноге в разножке, скажем так. Неполноценные выпады. Строго вниз, строго вверх буду опускаться. И на этом, наверное, ноги сегодня можно будет закончить. Заднюю парочку с бедра сегодня трогать не буду, потому что уже сказал, она нереально болит. Сейчас сделали там четыре подхода всего экстензии. Я уже как будто с бассейна вылезу, бля, да, да, да. Вообще просто. Да я пока дошел до него, до этого зала, все, а страх испотел аж. Ну, на самом деле... Ладно, сейчас сделаю. Ладно, ладно, ладно. тяжелее не сложнее то есть как бы окей по ощущениям прям очень хорошо но потяжелее веса как будто больше ну опять же такая максимально комфортная амплитуда ну почти 90 градусов я опускаюсь может быть чуть-чуть не достаю и как бы нормально ну чуть-чуть акцент так скажем не колено вперед а таз немного больше отвожу он больше туда упор делал и прям ничего прям скажу даже левый тяжелее делать чем правый ну а куда им деться то тоже вены и тоже продавить не могу настолько навелась он там ну такое нейромощная связь да нету как-то так мощный паянь слишком хорошо то что разрыва никакого не было что мышца не деформировалась не было отрыва ничего просто сухожилие отъебнуло его пришли и все а форма ноги не капельная не латеральная никак не поменялись объем конечно ушел ну когда вот носочек сторону так отставляешь когда портняжную показываешь латеральную целом окей по поводу комментариям тренировались когда в алмазе что не было полотенца всегда беру свое полотенце вот она у меня всегда есть но именно в тот раз я не взял не полотенца не сланцы не душевые принадлежности ничего поэтому так получилось вообще да правильный комментарий правильное замечание что все потеют и чисто с точки зрения индивидуальной гигиены это все такое лучше подстилать под себя полотенчик это будет приятнее по крайней мере следующему человеку кто ложится на вашу скамью они вот в эту лужу потому что есть некоторые ребята которые даже хотя я в алмазе вот после того как вставал всегда руками хотя бы протирал весь свой пот но в целом всегда следите вот за личной гигиеной и всегда берите либо из дома полотенчик если у вас залах не выдают либо в зале где выдают всегда старайтесь соблюдать эти правила как какого-то не знаю нормирование можно так выразиться в общественных местах личную гигиену и к окружающим с уважением относитесь это хочу что я хотел сказать по поводу полотенца по поводу тренировок я уже сказал что полноценно постоянно на тренировку спины пока может быть чаще буду туда ездить если у андрея анатольевича будет форма и по силовым наверное 80 процентов своих тренировок которые но ноги мне пока не надо чтобы меня тренер тренировал да тут такая больше восстановления реабилитация но в целом основные мышечные группы сейчас буду ездить и тренировать с тренером согласовано руслан одобрил вообще в принципе у меня все действия которые касаются подготовки которые вот точно знаю что так или иначе отразятся в лучшую сторону не в лучшую сторону неважно вообще любые корректировки любые изменения я сначала согласовываю с русланом абсолютно все советуюсь слушаю его мнение и только после того как он дает добро вот я начинаю делать какие-то манипуляции если он говорит что это не нужно что мне это не нужно нам это не нужно нашей форме это не нужно эти действия отменяются поэтому все свои мысли которые у меня появляются относительно подготовки те же самые читмилы рефиды и так далее все строго согласован я скажем так при всех своих очень хорошо наливается я кстати 4 упражнение сведения ног мальчики кстати что касается вас это очень полезное упражнение для мужчин для вашего для вашей мужской жизненной силы потому что крови наполнения в тазовой области невероятное это упражнение нужно делать с точки зрения и в целом тренировки ног до приводящая партняжная чтобы ноги так скажем были глубже разваление внутренняя поверхность бодра было больше ну и с точки зрения мужского здоровья если у вас кровообращение в тазовой области хорошая а тут еще и акцентирована налитое то это только плюс это только плюс и скажем так в перспективе с возрастом ваши жены или на тот момент может быть девушки если вам 45 и вы не женаты и у вас есть девушка молоденькая она вам скажет только спасибо но это для тех кто занимается в зале для тех кто в не занимается злоупотребляет алкоголем табаком и наркотическими веществами вам в помощь виагра а вот потому что ничего другого пока вы всем этим балуетесь вам не поможет и что касаемо укачков не стоит нет и стоит как раз таки у таких мужчин которые очень любят активный кавычках отдых с употреблением различного рода веществ здесь четыре подхода по 12 15 повторений и попробую поприседать еще сумма не плее но тоже широкая постановочка ног с небольшой гантелей вот будем потихоньку грузить то есть сегодня могу сказать что у меня такая полноценная тренировка ног с учетом моих нюансов да с учетом погрешности моей травмированной ноги чтобы блять какой-то волос кстати говоря про губу как показал с александром федоровым тренировался что жена мне пиздякнула ну что конечно не так было но пиздякнула она до получил я за эту электронную сигу потому что слишком много острил лежал англ и ты же бросаешь агуну пока в магазине продается потихоньку бросаю вот ну короче я договорился она кинула меня просто мягкой игрушкой получилось так что я лежал с телефоном и попал по телефону и короче травмировал губу вот но мы обнялись поцеловались я зла естественно никакого не держу потому что это все случайно получилось вот она безумно не хотела этого сразу извиняться сразу подлизывать поэтому я бы хотел сказать что наша такая ситуация закончилась примирительным страстным сексом но мы родители двух детей и к сожалению без бабушек поэтому страстным и примирительным он может быть только ночью когда дети спят для поэтому на вопрос как мы с этим справляемся нормально мы с этим справляемся просто реже чем хотелось бы и и скажем так локацию практически не меняем вот но к этому ко всему привыкаешь все это временно детки очень быстро растут сейчас уже младшенькая пойдет в садик с первого сентября в октябре ей три годика уже старшая уже уроника идет во второй класс поэтому одну садик одну школу и полдня до 12 до часа у нас будет замечательное вместе времяпрепровождение это утренняя тренировка обязательно в зале сразу после того как мы отведем их в садик и соответственно обед вместе после тренировки потом забираем деток и соответственно дома проводим время вот это прям будет очень круто хотя бы первая половина дня когда мы можем посвятить ее себе и для себя но родители которых нет возможности оставить детей даже на выходные у бабушки я думаю вы прекрасно поймете вот и тем не менее это скажем так не как-то усугубило мой режим как-то негативно не повлияло на занятия профессиональным бодибилдингом на выступление на наш брак потому что я подавляющее большинство своего личного времени провожу семьей но и умудряюсь и готовиться и снимать для вас контент и тренироваться и держать диету и тем не менее очень часто куда-то с детьми с друзьями выезжать на шашлыки и позволять себе держать при этом диету в общем все это можно делать когда в голове вас полный порядок и когда ваша вторая половинка ваши дети для вас не абуза а наоборот мотивация для того чтобы двигаться дальше зарабатывать больше иметь больше возможностей и соответственно заниматься любимым делом вот в принципе чем я и занят так так сложилось так получилось что именно так как я хотел чтобы вся моя жизнь так или иначе была связана с бодибилдингом и не что этому не мешало поэтому если в голове полный порядок если вы достаточно зрелый уже молодой человек в плане головы до в плане какого-то мышления не бойтесь заводить детей это не так страшно как кажется это не подумать что как бодибилдинг мой блять если дети появятся нет все замечательно двое детей при условии что мы сюда приехали в девятнадцатом году маленькой дочки было всего три месяца и пандемия потом и так далее все все прошло все замечательно все хорошо все растут я расту и личностное и финансово и на как мужчина да зрею поэтому все круто семья это класс несколько лет назад лет шесть наверное я бы такого не сказал потому что я немного другой образ жизни вел и был другое мнение но сейчас могу сказать что я такой за заядлый закоренелый все это в удовольствие семьянин мне нравится очень вот такая коротенькая амплитуда небольшая потому что дальше начинает прям очень сильно тянуть вместе разрыва но в целом ничего правая нога прям такая трясется трясется нормально сейчас два-три подхода сделаем наверное тренировку на ноги закончим и сделаем бицепс тяжелый как сказал александр федоров что в руках все есть и просто не хватает массы форму бицепса хорошая пик хороший нужно просто добавлять массу поэтому мое что он сказал это базовые тяжелые хорошие движения максимальная такая прям изоляция так что будем работать над этим но сейчас пока на сушке наверное с точки зрения построения новых мышечных волокон гиперплазии их гипертрофии на той калорийности которые сейчас есть наверное будет тяжело но в целом на перспективу в межсезонье займемся самая большой объем руки который у меня был это на холодную без пампа 50 и 7 почти 51 сантиметр сейчас наверно в районе 48 но сейчас я скажу что за последние два года у меня самый низкий вес на подготовке ну понятно с чем это связано объема ног не хватает и в целом как такового межсезонье набора не было то есть у меня было в районе 6-7 недель когда я сидел на на сармах на восстановление соответственно потом как только подключил всю фармакологию там было две-три недели еще набрал я до 110 килограммов и потом начал сушку сушку начал подготовку начал соответственно вес сразу где-то на 107 килограммах остановился и потом плавно плавно пошел вниз вот сейчас колеблется от 102 до 103 в основном взвешиваюсь уже после тренировки то есть постоянно вот он колеблется один раз падал 101 и 7 было ну в общем в целом это мой уже пиковый низкий вес перед тем как я начинаю слив категорию то есть я уже максимально высушенный это уже последний заключительный этап подготовки когда у меня где-то 120 три килограмма вес я начинаю ужиматься в категорию сейчас это просто мой вес сколько я буду в категории мэнс физик килограммов но может быть на сцене килограммов 96 то есть я потерял я много потерял мне предстоит это все восстановить но это все будет делаться на компенсации после шоу сушки после турнира и в планах это все наверное на ноябрь месяц у меня не будет отдыха после подготовительного меня сразу будет этап компенсации этап набора не наверно все на сегодня ног достаточно потому что уже начинаю чувствует такой неприятный дискомфорт следует его не было то в этом движении он прям максимально даже при условии что я стараюсь максимально отодвинуть таз назад и квадры меньше включать закончим на этом сегодня тренировку ног и сейчас три-четыре минутки подышим начнем тренировку бизнеса тренировка ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Все На сегодня Обязательно подписывайтесь на канал И не смотрите в крысу ролики Если уж посмотрели И вам понравилось Обязательно подпишитесь И проявите активность В виде вашего лайка И какого-нибудь комментария Пусть даже плюсик Это способствует подвижению роликов Ютубом На канал На канал Всем хвам Чтоб все видели Все Всем спасибо за внимание И до новых встреч